Юлия Прилищ – куратор проекта в Бобруйске. Девушка установила контейнер для сбора крышечек даже в своем подъезде на Минской. Почему бы и нет? Ведь делать это может абсолютно любой житель. Несмотря на то, что сортировка отходов стала для горожанки неотъемлемой частью быта, собирать крышку, уверена Юлия, в отличие от бутылок и другого вторсырья, под силу каждому. Тем более, когда речь идет о помощи детям. Почему крышки? Потому что это удобно. Они яркие, красивые, мелкие. Их компактно можно сложить, собрать. Это интересно детям. Почему не бутылки? Потому что, ну, бутылки, во-первых, это другой вид пластмассы. В ход идут любые пластиковые крышки. От молока и сока, подсолнечного масла и кетчупа, бытовой химии и газировки. Кстати, к акции уже присоединились. Кафе, магазины, школы и средние специальные учебные заведения по всему городу. Накапливают нужный мусор как взрослые, так и дети. Лесотехнический колледж, например, участвует в проекте с апреля прошлого года. Такой простой, но нужный алгоритм. Собрать, отсортировать и отправить на переработку здесь знаком чуть ли не каждому учащемуся и педагогу. Конечная цель неравнодушных – помочь людям и экологии. Сортируем крышечки по маркировке. Вот сейчас они отсортировывают двоечки, так называемые. 2, 0, 2, там маркировка. И в основном они идут на переработку. То есть это самые ценные наши крышечки. Все остальные тоже, естественно, перерабатываются, но уже в других условиях. Когда приходит отчет и нам сообщают о том, что мальчик уехал в Польшу с мамой на лечение, на коляске, которую мы смогли всем миром, всей Белоруссией оплатить за счет того, что собирали, сортировали, сдавали в переработку. Ну, это большой подъем, конечно. Поддержали проект и в Центре досуга и творчества на Куйбышево 69. В декабре 2019-го тут тоже появился специализированный контейнер. Среди местных даже началась здоровая конкуренция. Кто больше принесет? Это, наверное, наш маленький вклад на благотворительность. Все-таки не каждый может сделать какое-то пожертвование. Присоединились и сами дети, которые у нас занимаются, и их родители. Они приходят прям семьей и по очереди складывают туда свои крышечки. Также это тронуло, конечно же, наш коллектив. Жители нашего района не только могут приехать и оставить свои крышечки здесь. 34-я школа присоединилась к проекту примерно в это же время. Дети и педагоги с радостью поддержали идею благотворительности. Сбор разноцветных крышечек стал увлекательным занятием, в котором ребята участвуют целыми классами. Моя семья любит собирать крышечки, потому что мы помогаем многим детям, которые считаются в беде. Я собрала крышечек, 30 штук. Я собираю для благотворительных дел и для помощи детям. Мне нравится собирать крышечки, потому что это переводится в всякие поликлиники и помогает деткам. Выздоровит деткам инвалидам. Все собранные крышечки, к слову, отправляются к куратору проекта Юлии Прилищ. Оттуда они поступают на столичный склад, а после на перерабатывающее предприятие. Только за прошлый год в Беларуси собрано около 16 тонн такого, на первый взгляд, незначительного мусора. Вырученные средства пошли на закупку детских инвалидных колясок. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели.